Глава пятнадцатая Бали овладевает небесным царством Досточтимый царь спросил. У мудрый учитель, зачем Верховный Господь, Владыка Всего Сущего, точно нищий, просил у Бали три шага земли. И почему, получив желаемое, он заключил демона под стражу? Отчего такая несправедливость? Блаженный Шука отвечал. Незвергнутого с престолом и убитого в сражении Бали Вернул к жизни мудрый Шукра. Благодарный демон принял сына Верховного Жреца своим учителем. Повиновался ему во всем, служил верой и правдой И жертвовал все, что добывал трудами и радными подвигами. Довольные столь усердным послушанием, Сословные жрецы согласились помочь Бали одолеть Его заклятого врага, небесного царя Индру. Они совершили над демоном искупительный обряд, Омыли его в священной воде под звуки священных заклинаний И провели от него имени особое жертвоприношение, Что делает жертвующего неуязвимым для всякого оружия. Когда масло коснулось жертвенного пламени, Из костра появилась запряженная сияющими лошадьми И убранная тонкими шелками золотая колесница. Над которой развивалось знамя с изображением льва. Подли колесницы лежал позолоченный лук, Два колчана с разящими без промаха стрелами и доспехи, Наподобие тех, в которые облачаются бессмертные боги. Великий правитель демонов Прохлада, Коему Бали приходится кровным внукам, Одарил своего отпрыска венком неувидающих цветов. А Шукра пожаловал своему ученику Звонкую боевую раковину. После обретения ратных даров Бали сердечно поблагодарил великодушных жрецов И в знак почтения обошел их кругом. Затем он низко поклонился своему деду, Досточтимому прохладе. Облачившись в доспехи и украшения, Бали, свинком на груди, Взошел на чудесную колесницу И взял в руки сверкающий меч И тугой лук со стрелами. С золотыми обручами на запястьях И алыми сапфировыми серьгами в ушах Сиянием своим он походил на священный огонь. Ратники преисподней, пешие и всадники На боевых слонах и львах Силою своею и великолепием Не уступали своему предводителю. Грозные и жаждущие мщения Они готовы были взглядом Испепелить целую вселенную. Протрубив боевую раковину, Бали направил свое войско К столице райского царства. Земля и небеса Сотрясались под тяжестью их поступи. Стольный город Индри Утопал в тенистых садах, Где в прохладе вековых деревьев, Ветви которых под тяжестью плодов Клонятся до самой земли, А воздух напоен Жужжанием хмельных шмелей, Обитатели небес Предаются всевозможным удовольствием. Прекрасные подруги богов Беззаботно резвились В прозрачных водах лотосовых озер, Где мирно плавали Пары белых и черных лебедей, Журавли, утки И диковинные птицы чакроваки. Город небесного царя Располагался на острове Посреди святой ганги, Служившей ему Естественным оборонительным рвом. Вокруг города Точно огненный вал Высилась зубчатая Крепостная стена Со смотровыми башнями И площадками для воинов. От золотых врат Мраморного дворца, Что сотворил небесный Зодчий Вишвакарма, Точно спицы колеса Расходились широкие улицы. На площадях Возвышались просторные палаты Для общественных собраний. В небе парили Несчетным числом Воздушные челны. Вдоль дорог Вымощенных белоснежным жемчугом Стояли уложенные самоцветами Коралловые беседки. Юные черноокие девы, Легкие нравом И в легких одеждах Освещали город Своими улыбками, Точно праздничные Ночные огни. Ветер разносил по улицам Благоухание цветов В плетенных в волосы Небожительниц. Юные подруги ангелов В нарядных одеждах Прогуливались по улицам, Над которыми плыл Белесый, ароматный Дым благовоний, Струившийся из окон, Забранных золотыми решетками. Украшенные жемчугом Шелковые навесы Создавали на улицах Тенистую прохладу. Над дворцовыми куполами Развивались стяги, Расшитые жемчугом И золотой нитью. Воздух оглашали Крики павлинов, Повсюду слышалось Воркование голубей И жужжание Бархатно-черных С золотом шмелей. А в небесной вышине Парили воздушные корабли С прекрасными ангелами, Что пели ласкающими Слух голосами Песни во славу жизни. В приятную мелодию Слагались с разных сторон Доносящиеся звуки Барабанов, раковин, Литавров, флейт И лютней. В ней то всплывали, То тонули пленящие Своей глубиною Голоса ангелов. Под эту мелодию Двигались точно в танце Небожители И их юные спутницы. Воистину, В пору правления Шестого ману Небесная столица Великолепием своим Затмевало Царство Божие. Город тот был Закрыт Для существ порочных, Завистливых, Жестоких, Лживых, Чеславных, Жадных И похотливых. Всякий подданный Небесного царя Был без упречного Нрава И телосложения. К этому мирному Городу И подступило Несметное Войско Бали. Наутро, Огласив Окрестности Раскатистым Рыком Боевой Раковины, Пожалованный Ему Шукрой, Царь Демонов Начал Осаду. Сердца Прекрасных Горожанок Затрепетали От ужаса. Обозрев Скрипостной Стены Число И решимость Вражеского Войска, Небесный Царь И его Свита Спешили Просить Совета Своего Духовного Наставника Мудрого Брихоспати. Как Прикажешь Нам поступить, О, Светлая Душа, Говорил Индра Склонившись К стопам Учителя. Бали, Мой Ненавистный Враг, Вновь Обратил Против Меня Своё Оружие Грознее Прежнего. Покуда Я предавался Празднествам, Он Обрёл Столь Чудодейственную Силу, Что Вряд ли Мне Удастся Одолеть Его Своим Привычным Оружием. Кажется, Нет В целом Свете Власти, Способной Противостоять Мощи Тёмного Демна. Уста Его Разверглись, Чтобы Поглотить Небеса. Язык Мечется Змеёю По сторонам, Грозя Слизать Целые Миры. Глаза Горят Жгучим Пламенем, Подобным Тому, Что пожирает Вселенную В конце Света. Скажи, Милостивый Учитель, Откуда У моего Врага Столько Сил, Что Придает Ему Уверенности В Собственной Неуязвимости? Мудрый Учитель Отвечал О, Великий Государь, Могущество Своё Бали Черпает От Благословения Сынов Пригу. Воистину Непобедим Воин, Который Сподобился Угодить Праведным Брахманам. Ты И твои Воины Бессильны Пред Могуществом Великого Витязя. Да и Вряд ли Кто Из Тварей Божьих Ныне Способен Силой Поколебать Власть Доблестного Бали, Ибо Силой Своей Он Черпает Из Того же Источника, Что И Судья Смерть От Единосущего Властелина. Потому Сейчас Вам Лучше Покинуть Райские Миры И До Поры До Времени Схорониться В Дальних Уголках Мироздания Никем То, что Было Не Под Силу Его Врагам Сделает С Ним Его Гордыня. Боги Покорно Послушались Наказу Прародителя. Приняв Обличие Других Существ, Они Они Рассеялись По Вселенной Затерявшись Среди Многочисленных Ее Обитателей. А Бали Могучий Сын Верочины Без Боя Вступил В Пределы Небесного Царства И Занял Его Престол Дабы Вершить Власть Над Всеми Тремя Мирами И Как Надлежит Вновь Заступившему На престол Правителю Он Под Руководством Жрецов Брахманов Совершил Жертвоприношение Коня Ашван Метху Возвестив Тем Самым О Своем Величии. Точно Полная Луна В Ночном Небосводе Среди Звезд Доблестный Царь Демонов Затмил Сиянием Своей Славы Все Три Мира. Так Благосклонностью Искусных Брахманов Великодушный Бали Добился Несметных Богатств И Несокрушимой Власти. Вполне Довольный Тем, Как Устроилась Его Судьба, Он Проводил Дни В Беззаботных Забавах, Почете И Роскоши Роскоши Слава Субтитры создавал DimaTorzok